Музыка Чем характерна текущая ситуация, которая содержится в регуляторике? В настоящее время в обороте ежегодно находится ориентировочно порядка 15 миллионов калифицированных сертификатов. Из них порядка 90% используются организациями, предпринимателями и чиновниками. И, соответственно, порядка 10% — это сертификаты физических лиц. При этом количество экономически активного населения в стране составляет не менее 70 миллионов человек. Такой текущий уровень обеспечения сертификатами не растет в течение уже нескольких лет. Это говорит о том, что эффект от существующей конструкции достиг от алкасового развития. Безусловно, у этой ситуации есть много причин, среди которых в том числе дороговидность сертификатов для бизнеса и необходимость наличия множества сертификатов для различных нужд. Кроме того, министерство уже в течение нескольких лет проводит проверки удостоверяющих центров, плановые, внеплановые. К сожалению, практика последних лет показала, что удостоверяющие центры недостаточно справляются с своими задачами. Так, в результате проведения проверок министерства у 60% проверяемых удостоверяющих центров выявляются нарушения. Третью, нарушения не устраняются в установленные сроки, в связи с чем аккредитация таких организаций срочно прекращается. Аккредитация отзывается у пятой части проверяемых удостоверяющих центров. Также мы получаем регулярные негативные сигналы как от налоговой службы, пенсионного фонда, Центрального банка ФСБ о выявляемых схемах выдачи сертификатов неустановленным лицам, в том числе в целях регистрации организаций на подставных лиц, безведомо надлежащих лиц, а также несанкционированного перевода пенсионных накоплений граждан. Так, например, только по линии налоговой службы известно о 43 тысячах зафиксированных за последние полтора года случаях неправомерного использования калифицированной подписи, среди которых создание организаций по фиктивным документам систематическая сдача недостоверных налоговых деклараций. В рамках выборочных проверок коллегам из налоговой службы удалось пересечь эффективный оборот в размере 88 миллиардов рублей, что с учетом высокой степени латентности этих обстоятельств позволяет предположить, что количество нарушений и причиненного вреда бюджету Российской Федерации на порядок выше. Мы считаем, что поскольку обязанность установления личности лежит на удостоверяющем центре, подобные события не могли произойти без заинтересованности со стороны удостоверяющих центров или их сотрудников, что в любом случае говорит о ненадлежащей организации их работы. И что характерно, органы власти и их учреждения, которые являются аккредитованными удостоверяющими центрами наравне с коммерческими, не фигурируют среди удостоверяющих центров, которые выдавали подобные проблемные сертификаты. В этой связи рассматриваем необходимость перейти на размещение электронной подписи на удостоверение личности и гражданина в электронном виде, который будет выдавать уполномоченный государственный орган с одновременным использованием распределенного реестра полномочий. Ну, поскольку для того, чтобы обеспечить существенное количество наших граждан подобными паспортами, это может занять от пяти лет и, возможно, более, необходимо в этот промежуток времени каким-либо образом все-таки бороться с теми негативными явлениями, которые создаются из тех нарушений, которые осуществляют удостоверяющие центры. Вот таким способом, по нашему мнению, является тот законопроект, который упоминал Олег Борисович, это 747-5287, который находится на рассмотрении в Государственной Думе и предполагает, что коммерческие удостоверяющие центры смогут выдавать подписи только физическим лицам, подписи организациям, финансовым организациям, чиновникам будут выдавать уполномоченные государственные органы. И при этом коммерческим удостоверяющим центрам будут предъявляться существенно более высокие требования по организации их работы. Позиции, включенных в работу по данному направлению ведомств, едины, что первый шаг это должен быть принятие этого федерального закона, соответственно, поэтапно, а следующим шагом это переход на вот эту модель удостоверения личности гражданина плюс реестр полномочий. Мы полагаем, это должно, по крайней мере, сохранить, а затем приумножить тот оставшийся кредит доверия, который еще есть у электронной подписи. При этом, безусловно, упомянутая проводимая работа в части надежности подписей и управления полномочиями не должна мешать введению других полезных новаций, которые, как мы считаем, предусмотрены упомянутым мною законопроектом. Среди них это облачная подпись и доверена третья сторона. В частности, сейчас идет активная дискуссия, может ли в текущем регулировании иметь место облачная квалифицированная подпись. Тут могут быть мнения о том, что раз такая сущность в регуляторике не упомянута, то она и невозможна. Так и мнение о том, что, поскольку регуляторика запретов не содержит, а потому при соблюдении всех необходимых законодательных условий, такая сущность является возможной. Этот законопроект разрешает эту дилемму, с одной стороны, сохраняя квалифицированную подпись единой и не вводя отдельного вида электронной подписи, а с другой, вводя специальную аккредитацию для удостоверяющих центров, которые могут выдавать подписи в таком режиме. Нам кажется, что выбранный подход достаточно компромиссен, учитывая дополнительные риски, которые связаны с использованием облачной подписи, и повышая в этой связи объем ответственности удостоверяющего центра перед третьими лицами за последствия его нарушений. В части доверия третьей страны мы, наконец, вводим эту сущность законодательства, что должно дать дополнительный толчок для развития возможности электронной подписи, а также дать возможность для трудоустройства специалистов, которые могут высвободиться в результате реформы удостоверяющих центров. Наличие такого инструмента, который можно использовать на добровольной основе для делегирования времени проверки действия подписи и наличия полномочий, мы полагаем, будет востребованным, поскольку эти процедуры для непрофильного специалиста не являются тривиальными. Это будет новый бизнес, который при этом не сможет привести к новому витку создания фейковых цифровых двойников. Также мы не оставляем без внимания и другой наш законопроект, который также имеет довольно сложную судьбу. Мы внесли полтора года назад в правительство, правительство внесло полтора года назад в Государственную Думу законопроект 387-137, который был принят в первом чтении на Государственную Думу в июле прошлого года, но пока не финализирован в итоговом виде. Это законопроект о том, что полномочия лица, которые являются владельцами сертификата в качестве представителей нового лица, могут быть подтверждены не любой доверенностью, а только нотариальной, а также сокращение оснований для досрочного прекращения действия пользовательских квалифицированных сертификатов. Имеется в виду ситуация, когда имеется временной разрыв между сроками двух аккредитаций и ситуациями, когда один и тот же удостоверяющий центр преобразовывается с прекращением прежней организации и созданием новой. По нашему мнению, этот законопроект необходимо запускать как можно раньше, поскольку после вступления в силу ранее упомянутых решений он утратит свою актуальность. Спасибо за внимание.